Так, друзья, наша икорка приехала в цех переработки. Так, вот следующий истачок пошел. Вот так вот икринки освобождаются от пленки, через грохотку называется, пробить икру. Да икриночки нужно собрать, да икриночки. Пробитая зернистая ситровая икра забойная, и сейчас мы ее будем промывать и солить. Итак, друзья, следующий этап приготовления зернистой икры забойной, это ее промывка. Пробитая икра заливается ледяной водой, вода должна быть более 12 градусов, промывается. Это мы убираем различный там жировой налет, теперь просто сливаем. Икра должна быть чистая перед посолом. Вот посмотрите, воду слили, она еще в воде, заливаем. Следующий объем воды. Трехкратная промывка идет, а вот сейчас вода, видите, уже попрозрачнее. Ну, какие-то икринки, конечно, улетают, но это не страшно. Водки не красны. И теперь уже промытая икра попадает на сито, где она полностью освободится уже от лишней воды. Вообще очень хороший истык попался. Итак, икра полностью стекла. На весы определяем для того, чтобы взвесить точное количество и посчитать, сколько процентов соли. Солить будем сухим посолом из расчета 3,5 грамма соли на 100 грамм икры. И вот она уже, друзья, промытая, чистенькая икра. Приготовили, взвесили соль. Соль специальная, очень мелкая. И вот она с сухим посолом солится. Не тузлуком, друзья, а именно с сухим посолом. Просол идет 5 минут, да? Так, друзья, 5 минут прошло. Видите, вот тузлук такой образовался. И кладем икру на стечку. Нам необходимо, чтобы весь тузлук ушел. Видите, вот капает тузлук. Сегодня будем фасовать мы в 50-граммовые баночки, потому что тара оказалась очень популярной. У нас много заказов. Итак, икорка стекла. И вот мы сейчас начинаем фасовочку. Ровно 50 грамм должно быть. 46. Ювелирная работа, друзья, взвешивать. Так, вот смотрите. Потом уже готовые баночки пойдут в вакуумный упаковщик, для того, чтобы выкачивается полностью воздух. Икра не просто вот она в гастеринных условиях приготовляется, но еще и в вакууме. Друзья, заказывайте такую вкусняшку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!